На ИКС информационный выпуск в студии Наталья Двойцина. Отопительный сезон в Севастополе предлагают завершить 11 апреля. Дату озвучили сегодня на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Коммунальщики аргументируют, что среднесуточная температура уже позволяет переводить котельные зимы на лето. Это поможет сэкономить электроэнергию для Севастополя в режиме чрезвычайной ситуации. Напомним, всю следующую неделю с 11 по 17 апреля в связи с монтажными работами на энергомосту лимиты Севастополя установят в размере 140 мегаватт. Мы предлагаем до 10 числа завершить отопительный сезон в зоне действия Севтеплоэнерго и до 19 числа завершить в зоне действия СГС+. Это позволит экономить электроэнергию и максимально вырабатывать СГС плюс при когенерации. А мы обратно всех не получим? Значит люди начнут подтапливаться кондиционерно? Нет, прогноз погоды положительный. Самые низкие температуры плюс 9 в ночное время. Это позволит достаточно комфортно завершить отопительный период. Окончательное решение по завершению отопительного сезона будет принято на заседании правительства после просчета максимально комфортных условий для потребителей. Напоминаем, информационный канал Севастополя продолжает прямые трансляции заседания оперативного штаба. Узнайте первыми обстановку в городе ежедневно в 9 часов утра. В пятницу 8 апреля под Севастополем в районе села Флотска обезвредят немецкую авиабомбу СД-50 времен Великой Отечественной войны, сообщает прислужба МЧС. Взрывоопасный предмет не подлежит транспортировке и будет уничтожен на месте. Возможный радиус разлета осколков 600 метров. В связи с этим на время работ жители села Флотска эвакуируют. Начало спецоперации в 8 часов утра. Сотрудники МЧС обращаются к горожанам. На период проведения работ по обезвреживанию авиабомбы воздержатся от передвижения в сторону опасной зоны. Сегодня православный мир отмечает Благовещение. С раннего утра во всех церквях, храмах и соборах страны проходят службы в честь праздника. В Покровском соборе севастопольцы также обратили свои молитвы к Богу. На месте торжественной службы побывала и наша съемочная группа. Благовещение Пресвятой Богородицы, почитаемый православными верующими праздник, по значимости сравним с Рождеством и Пасхой. В Евангелии говорится, что именно 7 апреля Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии благую весть о рождении Сына Божьего Иисуса Христа. Дева Мария сказала, что все рабы Господни, да будет мне по глаголу Твоему. И у Господа не осталось бессильным никакого слова. И это событие, которое было возвещено ангелом в день Благовещения, от 7 сегодня. Мы празднуем через 9 месяцев Рождество Христово. Это событие свершилось. На Руси Благовещение считалось выходным. На праздник принято уделять внимание семье и близким, а также передавать только добрые, благие вести. Также в этот день, несмотря на Великий Пост, разрешено употреблять пищу, рыбу и вино. И обязательно нужно обращаться к Богу с молитвами. Мы сюда пришли помолиться Пресвятой Богородице и вспомнить о том, что сегодня известие о жизни вечной пришло. Что человек не умирает, а родился к жизни вечной. Мы хотим поблагодарить и прославить Богородицу в этот святой день. Господь Бог есть. И я чем больше живу, тем больше убеждаюсь. И вот по молитвам к Нему очень много чудес происходит. Помощи Божьей всегда не оставляет нас. Я прошу для всех православных крестьян и для всех людей, детей особенно, которым очень трудно сейчас выжить. Для них прошу благодати Божьей, помощи Божьей, защитница, чтобы Матерь Божья наша защищала детей. В этот праздник всем рекомендуется совершать только добрые дела, а также готовиться к великому празднику Пасхи. Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Карина Сыч, информационный канал Севастополя. Сегодня отмечают и Всемирный день здоровья. 2016-й стал годом борьбы с сахарным диабетом. В Севастополе при поддержке Департамента здравоохранения в Первой городской больнице и в поликлинике номер 2 провели акцию по исследованию крови. Алифтина Игнатьева расскажет подробнее. Измерить свой уровень сахара в крови в поликлинику Первой городской больницы пришел пенсионер Иван Карахтинцев. За своим здоровьем 88-летний севастополец старается следить. Ведет активный образ жизни, ежедневно делает зарядку, соблюдает правильный режим питания. Про акцию по исследованию крови узнал из плакатов, размещенных по больнице. Пришел поправить здоровье. Хочу дожить до 90 лет. Если не отнесу, то через 2 года будет 90. Ну а в общем-то хотел бы, как говорят врачи, я сказал, подстраполите меня, чтобы я дотянул до 2018 года. Он будет спрашивать, почему? Я говорю, президентские выборы будут. Чемпионат мира по футболу. Раз, два. И Керченский мост построить. И поеду в Волгоград, съездю к своим родным еще. Аккуратный укол в палец и спустя 5 секунд результат готов. С помощью специального прибора-глюкометра узнать об итогах анализа можно быстро и просто. Допустимая норма содержания глюкозы в крови – до 6 единиц. По окончанию процедуры специалисты дают рекомендации, как обезопасить себя, если показатели выше нормы. Даже если к 6, к верхней границе, мы уже рекомендуем не употреблять белые сорта хлеба, макаронные изделия, больше овощей, фрукты. Исключить сахар, булочные торты, булочные изделия. И ограничивать даже мед, может быть, чайную, две чайные ложки в день. То есть уже следить за собой, что ты ешь. Пройти экспресс-метод по исследованию крови на содержание сахара можно было в 1-й городской больнице и в поликлинике номер 2. В рамках акции тут с 9 утра и до 11 часов принимали всех желающих. Каждый человек сегодня может проверить уровень сахара в крови. Если он будет выше нормы, это повод обратиться к врачу и уже обратить внимание на свое здоровье. Вот мы уже начали этот скрининг, уже половина прошла, и я хочу сказать, что 30% людей с повышенным уровнем глюкозы в крови. Это, конечно, очень печально. За время приема граждан в 1-ю городскую больницу обратилось почти 100 человек. У 38 из них уровень глюкозы в крови превышает норму. Согласно статистике, в Севастополе на учете с диабетом 1-го и 2-го типа около 10 тысяч человек. Почти 2 тысячи из них – инсулинозависимые. Специалисты рекомендуют сдавать анализ крови на содержание сахара хотя бы раз в год. Это станет первым шагом к профилактике опасного заболевания. Алевтина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Севастополю вернут 32 миллиона рублей государственных субсидий, сообщает официальный сайт правительства города. По информации, полученная от Министерства спорта России, бюджет региона получит неосвоенные в 2015 году средства, направленные на поддержку спортивных организаций и подготовку спортивного резерва для сборных команд России. На эти деньги до 1 сентября 2016 года будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для детско-юношеских спортивных школ. Продолжаются финальные игры чемпионата Севастополя по футзалу. Напомним, в прошедшие выходные состоялись 10 календарных матчей. Их результаты таковы. Коралл Мав Донбасс 15-2, Крым Курорт Сервис Металист 7-5, Омега Бастион 5-5, Металлург Стрела 6-14. В городском чемпионате участвуют 18 клубов. После предварительных встреч проходят игры-плей-офф в двух группах по 9 команд. В первой уже определились лидер ФК Интер на второй позиции сборной Черноморского флота. Во второй группе победителем стал клуб «Стрела». Встреча между лидерами состоится 17 апреля в 14 часов в спортзале стадиона «Металист». И в этом выпуске все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова